Добрый день, уважаемые коллеги! Кузбасс рад вас приветствовать на нашем чудесном мероприятии презентации Кемеровской области Кузбасса. Благодарю вас за то, что вы нашли время в столь ранний час подключиться к нашей презентации. Сегодня мы для вас подготовили информацию о наших самых интересных, самых ключевых турпродуктах, которые мы будем реализовывать в летний сезон. И также у нас сегодня предстоит розыгрыш участия в рекламном туре в Кемеровской области. Для того, чтобы выиграть приз, необходимо внимательно прослушать наш вебинар. И уже в конце вебинара нужно будет правильно ответить на три вопроса в специальной Google-форме. Правильно? И будет среди... Кто первый ответит, тот и станет у нас участником рекламно-информационного тура. Поэтому внимательно следите за информацией. Она может вам пригодиться при ответе на вопросы нашей мини-викторины. А в Кузбассе действительно есть что посмотреть. Нам есть чем вас удивить. Многие уже отметили наш чудесный манифест, который раскрывает характер туристического Кузбасса. Но начнем, наверное, в целом... Куда жать? Часто общаемся с нашими коллегами из разных регионов России и понимаем, что до сих пор еще не все знают, где находится Кемеровская область Кузбасса. Хотя я уверена, что здесь собрались люди, которые много знают о нашем регионе и хотят узнать еще больше. Это юг Западной Сибири. Мы находимся в 4000 километрах от города Москва. Разница по времени 4 часа плюс. То есть сейчас у нас 2 часа дня. Очень удобные к нам перелеты из центральной части России. Как правило, это вечерний вылет. И прилетаете в рано утром. И обратно вы вылетаете утром из Кузбасса. И учитывая разницу во времени, практически в то же самое время утром вы уже дома. Регионы России с Кузбассом связывает достаточно обширная полетная сеть. Вы видите города прямого авиасообщения с Кузбассом. И также обращаю ваше внимание, что ежедневные практически вылеты есть из городов Кузбасса, Кемерово, Новокузнецк до Новосибирска. Это крупный транспортный узел. Из Новосибирска полетная сетка еще шире. Можно комбинировать перелеты с такими крупными транспортными узлами, как Екатеринбург и Новосибирск, для того, чтобы к нам добраться. Прилеты из разных регионов России возможны в аэропорты Кемерово и Новокузнецк. Это два крупных аэропорта. По северу области проходит Транссибирская магистраль. И также можно воспользоваться железнодорожной перевозкой. Очень удобно. Между аэропортами Кемерово и Новокузнецк современная четырехполосная автомагистраль с разрешенной скоростью движения 130 километров. Это менее двух часов. И вы можете из одного аэропорта добраться в другой. Это очень удобно при планировании путешествия в Кузбасс. Соседние наши регионы это Томская область, Новосибирская, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия, Красноярский край. С запада, востока и на юге Кузбасса нас окружают горные системы, Сылаирский край, горная система горной Шории, Кузнецкий, Алатау. Здесь мы предлагаем множество горнолыжных комплексов, природный активный отдых, интересный отдых, нетронутые уголки природы. Центр области это Кузнецкий угольный бассейн. Здесь добывают уголь. В Новокузнецк это крупный металлургический центр. Соответственно, центр области предлагает большое количество программ экскурсионных, культурно-познавательных и программ промышленного туризма. Сегодня мы об этом тоже будем с вами говорить. Ресурсы многообразные Кузбасса и позволяют формировать различные туры разных направленностей. Немножечко о впечатлениях на наших маршрутах, которые вы можете получить. Здесь можно посмотреть на звезды глазами Алексея Леонова. Это наш земляк, он родился здесь, в Кемеровской области Кузбасса. И ваше путешествие по нашему региону может начаться из аэропорта города Кемерово имени Алексея Леонова, где уже сам аэропорт, мини-музей Алексея Леонова. Здесь можно увидеть его картины в медиаэкспозиции. Он был еще и членом Союза художников. И здесь можно увидеть его картины как в оформлении, так и в такой медиаустановке, которая транслирует его картины. Узнать, каким был влюбленный Достоевский, что вдохновляло Маяковского. Достоевский здесь венчался, а Маяковский написал «Я знаю, город будет, я знаю, саду цветь, когда такие люди в стране, в советской есть стихи эти». Он посвятил легендарной стройке Кузнецкого металлургического комбината, который сейчас также можно посетить. Здесь можно слушать джаз и творить. В Новокузнецке у нас располагается самый большой в России муниципальный джаз-клуб, а может быть даже и в мире, более 70 человек. И здесь даже есть у нас Академия джаза под руководством Игоря Бутмана. Пройтись по дну Древнего моря, прикоснуться к древним деревьям Кардоиды, возраст которых более 300 миллионов лет. Наш Кузбасский краеведческий музей – один из самых современных музеев в России. Кроме того, музей ведет раскопки в Шостаковском палеонатологическом комплексе и найдены уникальные виды динозавров, которые найдены только здесь у нас в Кузбассе. Со всей этой замечательной историей динозавров можно познакомиться здесь у нас, перенестись в эру динозавров и узнать, как работают палеонтологи. Конечно же, много объектов посвящено промышленному туризму. Здесь можно подняться на палубу Белаза, сделать фото в огромном колесе, почувствовать жар плавильной печи металлургического комбината, попробовать угольное мороженое, сибирскую кухню в ресторане, за бой шахтерский тормозок, перенестись на 100 лет назад в инверсивном спектакле и стать иностранцем в Сибири. Действительно, более 100 лет назад сюда приехало около 700 иностранцев, которые помогали восстанавливать промышленность нового советского государства. Много активностей связано с природной средой, с культурой нашего коренного населения. Два малых коренных народа проживает в Кузбассе – это шорцы и телеуты. Именно шорцы дали название нашему чудесному региону на юге Кузбасса, который мы называем Горная Шория. Здесь можно попасть в таежные джунгли и ощутить связь с природой. Например, ветер, бурундук и другие люди. И так можно сказать только настоящий шорец, потому что для шорца все эти понятия одного уровня – явления природы, животные, люди. Погрузиться в эту особую шорскую ментальность позволяют наши маршруты по этому региону. Здесь можно подняться в горы с собакой компаньоном, взглянуть на мир глазами древнего охотника, сделать копию наскального рисунка. В музее-заповеднике «Томская писаница» более 300 наскальных рисунков, которые вы можете чудесно рассмотреть и, более того, на мастер-классах, как настоящие ученые, сделать копию этих рисунков. Кузбасс динамично развивается, и даже если вы были здесь у нас несколько лет назад, уверяю вас, здесь ожидает много сюрпризов. У нас практически в прошлом году достроен большой олимпийский комплекс, который мы сейчас называем. Это несколько новых спортивных объектов, каждый из них вместимостью более 10 тысяч человек, более 20 видов спорта, в том числе аэротруба, самая большая в Евразии, серфинг-тренажер. Все это можно интегрировать также в наши туристские маршруты. В конце 2023 года стала действовать новая 3D-экспозиция музея-заповедника «Красная горка. Рождение Кузбасса», где мы увидим на мультимедийной экспозиции, как формировался уголь, откуда взялся уголь на планете. Тоже интересная новая история. Один из самых важных сейчас объектов экскурсионных в Кемерово – это мемориал воину-освободителю. Вы уже могли видеть копию это изображение в Трефтов парке в Берлине. Одним из прообразов этого монумента стал наш земляк Николай Масолов. Его подвиг вдохновил скульптора, который сделал такой чудесный образ героя-освободителя. У нас есть в Кузбассе два национальных маршрута, качество которых подтверждено высшим органом исполнительной власти в сфере туризма. Это «Кузбасс в сердце» – наш первый национальный маршрут. И в 2023 году статус национального получил маршрут «Горная шорик – Детям тайги». В 2023 году Кузбасс стал участником всероссийской программы «Классная страна», и наши два проекта также вошли в число победителей, в том числе маршрут для школьников по треку наука «Добудь, узнай, преобразуй». Помогает нам работать, конечно, с нашими проектами региональный конкурс туристских проектов «Визит Кузбасс». Ежегодно в нем принимают участие около 400 проектов. И самые лучшие мы, конечно же, поддерживаем и помогаем транслировать информацию о данных проектах для специалистов туристской отрасли. Восемь. У нас есть организация общественного питания, участников проекта «Гастрокарта России». Постоянно в меню находятся блюда нашей национальной локальной кухни. И, конечно же, наши туроператоры активно интегрируют в свои турпродукты эти объекты для того, чтобы раскрыть Кузбасс еще со стороны гастрономии. Кузбасс является одним из лидеров по промышленному туризму. Более 65 предприятий сейчас постоянно принимают туристов. Самое интересное из них – это, конечно же, угольные разрезы. ПАО «Азот» – химическое крупное предприятие. И в прошлом году к нам присоединился Кузнецкий металлургический комбинат, вернее, западно-сибирский металлургический комбинат КМК в прошлом. Здесь также у нас есть экскурсии, которые включены в наши туристские программы. Отдельной строкой хотелось бы обозначить туристские события. Мы с вами соберемся еще 23 апреля и посвятим отдельную встречу туристским событиям, которые проходят в нашем регионе. Действительно, Кузбасс предлагает очень много ярких туристских событий. Это Игрелка Феста, Крашена, Шри Гешфест, Симфоночь. Самый известный, наверное, это Динатера. Сегодня о этих событиях так будут говорить мои коллеги. Если вы что-то не услышали, забыли записать, всегда вы можете обратиться к сайту «Висит Кузбасс» и сайту агентства по туризму «Кузбасс» и найти всю интересующую информацию о туристских событиях, где размещаются наши каталоги, реестры, а также есть подробная информация о всех событиях. Спасибо за внимание. Передаю слово нашему следующему докладчику Айларовой Олесе Колесниковой. Это заместитель директора туристической компании «Шоря», автор как раз нашего чудесного нового маршрута национального «Горная Шоря» «Детям Тайги» Олеся. Нужно отключиться, да, наверное, передать как-то. Здравствуйте, коллеги. Скажите, пожалуйста, в чате плюсиками меня хорошо видно и слышно? Прекрасно. Тогда начинаем с вами. Я представляю туроператора «Шоря». Это принимающий оператор горнолыжного курорта «Ширигеш». Мы работаем с 95-го года. Реестровый номер 007300. Мы называем себя компанией друзей, потому что предлагаем нашим гостям влюбиться в горную шорю «Ширигеш», посетив наши туры с особым таким эмоциональным содержанием и особым смыслом погружения в природу, этнику и историю нашего замечательного края. Напомню вам, что ближайший аэропорт прилета горной шори – это Новокузнецк. Он связан с восьмью городами России прямым авиасообщением. Это немножко напомню вам Москва, Екатеринбург, Уфа, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Красноярск. Все наши экскурсионные туры начинаются и заканчиваются в Новокузнецке. Пакеты у нас представлены сегодня на презентации и на нашем сайте, ссылочку на который вы видите вверху вашей странички, кстати. Все пакеты у нас практически построены по системе, все включено, начиная от трансфера до аэропорта и заканчивая питанием дополнительными какими-то активностями. Мы готовы принимать туристов, одетых по погоде, на случай ухудшения погоды и имеющих запасные комплекты походной одежды. Все необходимое для прохождения маршрута в снаряжении, а маршрут у нас не категорийный и не требует какой-то дополнительной подготовки, если какое-то снаряжение необходимо, оно на месте туристам предоставляется. Итак, переходим к нашему первому маршруту, это наша гордость, наше детище, наш любимый маршрут, который в сентябре прошлого года получил статус национального туристского маршрута «Горная шория к детям тайги». Маршрут круглогодичный, но сегодня мы с вами поговорим о летнем варианте, продолжительность его 6 дней 5 ночей. Размещение на этом маршруте у нас только в классифицированных средствах размещения, это требование НТМ. И можно сказать, что в этом туре сочетается у нас и комфортное размещение, и все-таки какая-то местная экзотика, насколько это возможно и комфортно для туристов. Мы погружаемся в мир природы Шорского национального парка, ну а самое главное, что в ходе этого тура мы знакомимся с гениями места, с представителями местного коренного малочисленного шорского народа, которых всего на земле осталось около 12 тысяч, но при этом они сохраняют свой традиционный образ жизни, свою интересную самобытную культуру. Так вот, в ходе тура «Горная шория к детям тайги» наши гости встречаются с местными жителями, с носителями шорской культуры, принимают участие в этническом вечере, учатся играть в национальных инструментах, пробуют шорскую кухню, даже учатся готовить блюда шорской кухни под руководством шорской хозяйки. И встречаются с замечательным человеком, встреча с которым вдохновляет, заряжает и оставляет, конечно, неизгладимый след в памяти людей и в их сердце. Это Любовь Никитовна Арбачакова, шорский художник, поэт, ученый этнограф, что еще не сказала, собиратель шорского фольклора. Под ее руководством наши гости создают рисунок «Медведица», который увозят с собой в качестве сувенира. Кстати, на протяжении всего тура наши гости самостоятельно собирают такой небольшой памятный сувенирный пакет. В ходе мастер-классов изготавливают обережные куклы, потом создают с Любовью Никитовной свой рисунок. И таким образом за каждый день тура у них этот сувенирный пакет пополняется. И увозят они с собой замечательные впечатления и еще и материальные какие-то артефакты. Еще одна изюминка тура – это вертолетная экскурсия в поселок Усть-Анзас, которому уже сейчас более 320 лет. Но в котором жители до сих пор ведут традиционный образ жизни. И туристы наши посещают не только музей под открытым небом, Тосго, который расположен в этом поселке, но еще и общаются с местными жителями, узнают о том, как они живут, как жили их предки, как они относятся к тайге, как она учит их не брать от природы лишнего, бережно относиться к своему дому. А дом для шорцев – это, конечно же, безусловно, тайга. Треть территории Шори занимает Шорский национальный парк. И в ходе тура к детям тайги мы посещаем, конечно, национальный парк. У нас небольшая прогулка на моторных лодках, в ходе которой мы можем встретить даже диких зверей. И, как правило, встречаем символ нашего парка – черного аиста. Ну и, конечно же, побывав в Горной Шори, нельзя обойти вниманием курорт Шерегеш. В заключительные дни туристы проводят на курорте. Здесь мы совершаем небольшой трекинг к живописным скалам, останцам, узнаем о том, как шорцы относились к горам, что они для них значили и какие взаимоотношения были и у гор между собой, и у гор и шорцев. И проводим время в Шерегеше, знакомимся с его активностями. Есть возможность дополнительно какие-то шерегешские летние активности или экскурсии туристам посетить. И заканчивается тур проводами в аэропорт Новокузнецка. Заезды летом у нас с июня по сентябрь. Зимний вариант тура доступен с декабря по март. Следующая программа, которая стала победителем проекта «Акселератора ОСИ» в 2021 году, это первоначальный вариант тура «Горная Шори» к детям тайги, но в варианте экспедиция. Продолжительность его 8 дней и 7 ночей. И это такая комфортная экспедиционная атмосфера. Размещение здесь не в палатках, но кроме классифицированных отелей, в этом маршруте присутствует концептуальное размещение в настоящих шорских домах, в гостевых домах, где туристы могут на себе прочувствовать все прелести современной сельской жизни и узнать о том, как шорцы сейчас живут в отдаленных поселках, во многие из которых можно по-прежнему добраться только по воде или по воздуху. Мы говорим о нашей Шории, что здесь у нас рек больше, чем дорог. В первый день мы встречаем туристов в аэропорту Новокузнецка, переезжаем в Таштагол. Здесь мы знакомимся с музеем этнографии природы Горной Шории, прикасаемся, первое знакомство с шорской культурой, с шорской природой, смотрим Золотой Шории, это памятник, монумент работы Дашина Мадакова, скульптора с мировым именем, и затем отправляемся уже в Шорский национальный парк. Совершаем путешествие по главной воде Шории реке Мрасу на моторных лодках, поднимаемся во входной грот пещеры Грандиозная, ночуем в поселке Усть-Кабарза, и на следующий день продолжаем путешествие по национальному парку, посещаем водопад Сага, и уже по воде, в отличие от национального маршрута, приходим в Усть-Анзас, где у нас будет ночевка в настоящем шорском доме, и на следующий день после небольшого отдыха мы посещаем настоящую таежную пасеку и музей под открытым небом Тазго. Затем возвращаемся в Шерегеш и отправляемся в небольшой пеший поход к скалам и станцам верблюды, вот вы их видите на фотографии. Это по некоторым версиям часть огромной сибирской мегалитической системы. Конспирологи считают, что это наследие древних цивилизаций. Но так это или нет, туристы наши могут самостоятельно оценить в рамках тура. Следующая программа. Наедине с тайгой. Это наш самый активный маршрут, такая комфортная таежная романтика. Всего лишь две ночевки в ходе маршрута у нас на территории национального парка в палатках, но, повторяю, все необходимое снаряжение предоставляется. А до начала путешествия водного и по его окончании туристы размещаются на горном курорте Шерегеш в номерах со всеми удобствами. По окончании сплава у нас небольшой трекинг на вершину главной горы Шори и Мустак, и затем туристы возвращаются домой. В этом туре главное впечатление наше – это общение с живой шорской природой, с нашими таежными джунглями. Наша черневая тайга считается одним из самых таких насыщенно живущих биомов на планете. Это не просто самый большой в мире лес тайга, но еще и такие своеобразные сибирские джунгли с очень буйной растительностью, среди представителей которой встречаются достаточно экзотические виды и доледниковые реликты. Во время пешего путешествия на вершину Мустака можно даже летом поиграть в снежки. Вот вы видите на фото, туристы наши с удовольствием летом вспоминают горнолыжный сезон и общаются со снегом. Следующий наш маршрут тоже один из наших любимых. В прошлом году он стал победителем премии «Маршрут года» в России. Это «Вселенная Шерегеш». Тур тоже «Шесть дней и пять ночей» начинается в аэропорту Новокузнецка. Это самый наш мультиактивный тур. Кроме классических экскурсий в Шорский национальный парк и к вершине горной шори, здесь у нас туристов в этом туре ждут две самые необычные, пожалуй, активности в Шерегеше. Это доктрекинг, поход в горы с собаками, в связке с собакой, в специальном снаряжении, которое помогает идти вверх. Ну и вообще наши лохматые гиды, конечно, окрашивают очень эмоционально этот поход. И туристы на один день становятся такими полноправными хозяевами замечательной, дружелюбной, очень клиентоориентированной собаки. И еще одна необычная и неожиданная, наверное, для вас в Шерегеше активность – это дайвинг. Всего в полутора часах езды от курорта Шерегеш туристы могут совершить погружение. В рамках тура, конечно, это ознакомительное погружение на небольшую глубину, до 4 примерно метров. Но уже во время этого погружения они могут не просто испытать чувство невесомости, доступное дайверам, но и увидеть стаи мелких рыб, повстречаться с крупными рыбами прямо вот лицом к лицу и понять для себя, может быть, они в будущем станут настоящими дайверами. А для тех, кто имеет дайверский сертификат, Шерегеш позволяет совершать на разрешенную их сертификатом глубину погружения уже более серьезно, а также проходить программы обучения с выдачей соответствующих удостоверений. Следующий наш тур – Горная Сибирь. Это тур, позволяющий за одно путешествие посетить две горных страны – Сокровенную Шорию и величественный легендарный Алтай. Начинаем мы тоже в Новокузнецке это путешествие. В Горной Шории мы посещаем Шорский национальный парк, его входные ворота – это поселок Усть-Кабырза. Затем совершаем путешествие с собаками в программе этого тура на одну из вершин Мустага и затем отправляемся в Горный Алтай, где у нас к посещению Телецкое озеро, Чуйский тракт. То есть объекты известные и входящие в реестр самых топовых достопримечательностей России. И заканчивается этот тур в Горном Алтай. Следующее – это уже не тур, а целое семейство туров для наших гостей в основном из близлежащих регионов, но для более дальних наших партнеров мы предлагаем эти туры как часть дополнения, каким-то путешествием либо самостоятельным ваших туристов, либо на какие-то нестандартные даты, когда вы просто бронируете Шерегеш или ваши туристы совершают деловую поездку в один из городов Кузбасса. Вот эти туры выходного дня могут стать их продолжением. Автобусная доставка из сибирских городов Томск, Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк еженедельно по пятницам, начиная с первых выходных июня и заканчивая последними выходными августа. Туристы, прибывая в Шерегеш, выбирают одну из пяти программ на выбор. Либо они отдыхают в Шерегеше, проводят время у открытого бассейна и совершают небольшую обзорную экскурсию на кресельной канатной дороге, либо отправляются в Шорский национальный парк, и здесь они могут путешествовать на катамаранах или на традиционных шорских моторных лодках, либо посещают Телецкое озеро. Тоже все это доступно за один день. А вечером все гости по этим программам собираются на этнической программе, когда под руководством местных жителей, носителей шорской культуры, они создают обережные куклы, пробуют шорскую кухню, учатся играть на национальных инструментах и в завершении вечера фотографируются в национальных шорских костюмах. Следующий тур новинка сезона лета 24 – это железнодорожный круиз из Новосибирска на Алтай, затем в Горную Шорию и снова в Новосибирск. Пока заявляем мы три заезда – в июне, в июле и в августе. В пятницу вечером гости отправляются в комфортабельных купейных или вагонах СВ из Новосибирска в Бийск. По прибытии на Алтай предлагаются две экскурсионные программы на выбор, либо посещение горного курорта Белокуриха, либо Горный Алтай, Чемал. Затем ночной переезд в Горную Шорию и в Шерегеше. И в Шерегеше туристам также предлагаем на выбор две экскурсионные программы. Либо отправляемся на водное путешествие в Шорский национальный парк, либо посещаем Шерегеш, Таштагол, знакомимся с Музеем этнографии и природы и с горным курортом Шерегеш. И в понедельник утром возвращаемся в Новосибирск. Набор экскурсионных программ выбирается при бронировании. Сразу уже в системе онлайн бронирования заложено, какую мы выбираем программу в Наборном Алтае, какую в Шерегеше и какой тип вагона и размещения. Также в Шерегеше мы предлагаем по расписанию гарантированные экскурсии. Их у нас более 15, и все они живут на сайте. И можно... Это наш тур, да. Совместно с РЖД. Если ваши туристы хотят свою программу в Шерегеше и бронируют у вас только отель, то вы можете предложить им дополнительно забронировать еще и экскурсии. Каким образом мы можем сотрудничать с нашими партнерами? Вы можете традиционно бронировать по электронной почте, если вам так удобнее, но мы готовы вам предоставить доступ к онлайн бронированию на нашем сайте. Для этого нужно отправить нам запрос на электронную почту. А можем коллегам предложить и вот такие небронированные модули наших экскурсий и туров для установки на ваши ресурсы. В Шерегеше летом работают более половины отелей, предлагаемых нами зимой. И уже сейчас активно заводятся летние цены, летние программы. Уже сейчас к бронированию доступно более 10 отелей. Отели у нас бронируются и живут на нашей второй площадке Шерегеш БИС. Здесь вы тоже можете бронировать онлайн или под запрос, как кому удобнее. Летом работающие отели предлагают туристам открытые бассейны. Чаще всего они работают с подогревом. В отелях 4 звезды работает детская анимация и предлагаются экскурсионные программы. Также прокат различного спортивного инвентаря, палочек для финской ходьбы, велосипедов и так далее. Пул отелей 3 звезды тоже предлагают открытые бассейны. Но они у отелей 3 звезды иногда бывают каркасного типа. Но большинство из них все равно работают с подогревом. Зимний сезон в Шерегеше сейчас только завершается. Как раз в эти выходные заканчивается фестиваль «Грелка». И в мае мы немножко отдохнем и будем готовиться к летнему сезону. И с первых выходных июня курорт уже будет принимать туристов в летнем сезоне. И первое событие летнее Шерегешка – это крупный мультиактивный фестиваль «Про Геш». Он пройдет 7-9 июня. Фестиваль для всей семьи, можно сказать, здесь можно найти активности и занятия на любой вкус. Очень интересная деловая программа, гастросоставляющая, много спортивных активностей, этнических, музыкальных. Так что можете еще успеть забронировать для ваших туристов тур на «Про Геш». И в заключении нашей презентации я хочу поставить для вас короткий ролик по маршруту «Горная Шерег Детям Тайги», который стал победителем конкурса «Дива Евразии». Здесь духи гор и рек всегда рядом, а море и тайги бесконечно. За мудростью и вдохновением к таежному народу. Шорцы – это дети тайги, дети гор, дети воды, дети земли. Продолжение следует... Продолжение следует... Необычное путешествие в загадочную, трудодоступную горную шорию. Спасибо, коллеги, и до встречи в горной шоре. Здравствуйте, дорогие коллеги. Привет, я рада вас приветствовать. Меня зовут Деева Ольга, я заместитель директора компании «Меридиан». Мы работаем на туристическом рынке Кузбасса уже много лет, с 2000 года. И всегда занимались внутренним туризмом, приемом туристов в Кузбассе. Принимали и российских туристов, и бельгийских, немецких, китайских и так далее. Постоянно совершенствуемся, участвуем в различных конкурсах, набираемся опыта. И сегодня рады представить вам наши туристические продукты. И хотела бы я начать, также продолжить тему горной шории, и представить наш продукт, который мы разработали именно для детей. То есть путешествие по горной шоре и знакомство с шорским народом для детских групп, а также для групп родителей с детьми. Этот тур круглогодичный, он рассчитан на возрастную категорию, если детскую мы берем, это от 9 до 13 лет. И с удовольствием на этом маршруте включаются в программу наших экскурсий и бабушки, и мамы, и папы, тот, кто путешествует вместе со своим ребенком. Мы, конечно же, на детском маршруте представляем все через игровую форму, и наши экскурсанты, наши семьи, либо ребята в детском туре получают вот такие вот дневнички, дневник путешественника, где можно видеть такую карту. Хочу сказать, что эти дневники путешественника, они разработаны были тоже детьми и нарисованы. И это карта нашего маршрута, тех впечатлений, которые ребята, дети и взрослые соберут во время трехдневного путешествия по Горной Шории. А точнее, весь маршрут у нас и проходит в поселке Шерегеши, в городе Таштаголе. Ну вот еще странички из этой книжки, из этого дневника путешественника. Вы видите, что мы действительно постарались в такой игровой форме составить различные вопросы. То есть путешествуя в рамках экскурсионных различных программ, ребята находят ответы. Что такое камень на ладони, где он находится? Кто такой Чилейк? Что такое Коричал и так далее? Как я уже сказала, маршрут наш трехдневный. Он проходит в Шерегеши, в городе Новокузнецке. И основные умения и навыки, чему научатся ребята на этом маршруте, это узнают, как здороваться, либо прощаться на шорском языке, как сказать спасибо, познакомиться с музыкальными инструментами шорсов, услышат мифы и легенды шорского народа, научатся понимать, что такое шорский бубин и что означают символы на этом бубне. Побывают на скульптуре Даши Намдакова «Золотая шория» и так далее. То есть соберут целый пакет, скажем так, впечатлений, которые в дальнейшем, если это ребята, детская группа, можно представить будет в рамках какой-то уже научной проектной работы у себя в школе. То есть рассказ о том, как я провел лето, сто процентов будет гарантирован на отлично, поскольку много интересного и полезного ребята узнают во время этого путешествия. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы делаем в этом году семейные заезды. У нас запланировано три семейных заезда в 2024 году. Стоимость тура невысокая, она специально сориентирована на возможность, чтобы семья могла себе позволить отправить в такое путешествие двух-трех человек. Хочу сказать, что поскольку все-таки это детский и семейный тур, мы включили трехразовое питание сюда, экскурсионную программу. Проживаем мы на базе санатория, который находится в пригороде Таштагола. Это санаторий-профилакторий «Ромашка». Очень комфортные номера, качественное питание. Хочу отметить, что тур действительно трехдневный, но он прекрасно сочетается с другими нашими программами, и он может быть либо продолжением, либо началом путешествия по Кузбассу. Следующий наш продукт, который я с удовольствием вам представляю, это еще один продукт, который ориентирован на путешествия по природным достопримечательностям Кемеровской области. И мы здесь отправляемся немножко в другой район Кузбасса, который находится немного восточнее. Это район поднебесных зубьев. И представляем наш тур «Дыхание тайги». Хочу отметить, вот обратить ваше внимание на вот эту карту, где вы видите красный, такой чертой, красной линией, проложен маршрут. Это дорога от Междуреченска до остановки, там 140-й километр, остановка поезда. То есть это путь, который мы проделываем на электропоезде, электричка. И вы видите, что в этом районе нет дорог. То есть здесь мы уезжаем действительно вдаль от цивилизации. Здесь у вас не будет работать сотовый телефон. Понятно, что здесь нет никаких промышленных предприятий. То есть это такой тур «Детокс», где вы можете ощутить себя, оказаться наедине с природой и ощутить все прелести нахождения именно вот в такой первозданной обстановке. Мы будем в рамках нашего тура... Начинается этот тур в городе Новокузнецке. Далее мы на автобусе переезжаем в город Междуреченск. Те, кто следит за нашими вообще всекузбасскими туристическими новинками и продуктами, вы, наверное, может быть, уже слышали, что Междуреченск – это город тайги. И жители этого города позиционируют себя именно с этой точки зрения. То есть мы как бы входим в... Действительно, от Междуреченска у нас начинается путешествие, вот как вы видите, по такой таежной тоже территории. Но в самом Междуреченске у нас будет ночевка, где мы проживать будем в комфортабельных условиях. Ну а уже на следующий день отправляемся вот в такие вот пейзажи. Мы будем проживать... Туристы у нас проживают на базе, которая находится на берегу горной реки. И что, какие опять впечатления здесь? Это попробовать можно себя в роли туриста. Некоторые моменты есть. Проживаем, еще раз подчеркну, проживаем на туристической базе. Экскурсионный маршрут у нас радиальный, то есть днем экскурсия, вечером мы возвращаемся в домики. То есть все-таки мы не живем в палатке. И вот здесь вы видите программу. Первый день это, как я уже сказала, Междуреченск, город. Второй, третий, четвертый день это мы находимся на территории района Поднебесных Зубьев. И в том числе у нас запланировано, помимо пеших выходов небольших, радиальных, у нас запланирован небольшой сплав по реке Томь. Это уже не такая бурная река, как вы видите на фотографии выше, а более здесь, в этом участке река уже спокойная. И просто попробовать себя, вот такой новый опыт для многих интересный, сплавиться в течение двух часов по реке Томи, тоже всегда оставляет только положительные эмоции у наших туристов. У нас запланировано на этот год 4 тура подобных, стоимость тура 22 900. Что хочу отметить, что когда мы берем программу трех, вот эти три дня, проживание второй, третий, четвертый день, здесь у нас входит трехразовое питание в рамках этого маршрута, то есть в 22 900 входит первый день обед только, а вот дальше второй, третий, четвертый день здесь уже идет трехразовое питание. Питание и проживание на маршруте, конечно, достаточно простые, здесь нет отелей, как вы сами можете догадаться, но все чисто, вкусно. И, конечно, основное, ради чего сюда стоит приехать, это не за пятизвездочным комфортным, а именно то, о чем я начала говорить, за красотой и первозданностью природы. Ну, конечно же, когда мы говорим о Кузбассе, первое, о чем вспоминают жители Российской Федерации, конечно, что мы угольный регион, и мы сейчас рассказали о наших двух маршрутах, которые и предыдущий выступающий говорил о прекрасной таежной цивилизации, и действительно это так. И вот Кузбасс тем может быть и уникален, что рядом с природными объектами есть и развитая промышленность, угольная, химическая, металлургическая промышленность. И, конечно же, мы представляем эту промышленность в рамках своего промышленного тура по Кузбассу, который, наверное, может быть тоже какой-то такой визитной карточкой именно промышленного достояния Кемеровской области. Наш маршрут этот также рассчитан на три и четыре дня. И если вы посмотрите на трехдневный наш маршрут, вот как у нас идет название «Уголь, химия, металл» каждый день посвящен определенной отрасли экономики Кузбасса. И первый день мы развиваем тему угля. Уголь, верхний край всех слайдов срезал. Да, печально. Мы развиваем тему угля и рассказываем, побываем в музее-заповеднике «Красная горка», который находится в городе Кемерово, где ведем рассказ о том, как вообще начиналась угольная промышленность. Туристы побывают в стилизованной шахте, познакомятся с историей, увидят ту технику, которая работала раньше на угольных предприятиях. А затем мы отправляемся на угольный разрез, действующий угольный разрез. И, так сказать, от истории переходим к нашему сегодняшнему дню, настоящему. Во время экскурсии на это действующее предприятие. Мы побываем, пройдем путь горняка. Туристы проходят так же, как и горняки, каждое утро начинают свой рабочий день. Проходят в первую очередь через систему медицинского осмотра. И туристам дается такая возможность попробовать пройти медицинское тестирование, сдать тест на концентрацию внимания, получить допуск, который позволяет выехать дальше на смотровую площадку разреза. Ну, безусловно, допуск получают все, но, тем не менее, задача такая стоит перед туристами. Также мы показываем сердце разреза, это диспетчерская. И в этой диспетчерской, конечно же, ну, наверное, я сказала, что про сегодняшний день, но уже диспетчерская, это, знаете, как заглянуть, наверное, в завтрашний день. Потому что, ну, впечатляет всех и каждого, когда на сегодняшний день уже диспетчер имеет возможность наблюдать за тем, как, что происходит с водителем. То есть мы в реальном времени подключаемся к какому-либо водителю БелАЗа, либо экскаватора, и можем посмотреть, что в данный момент происходит в этой, в кабине того или иного работника разреза. После диспетчерской, безусловно, самая основная, ключевой момент – это выезд на смотровую площадку, где мы можем воочию увидеть, как ведутся горные работы, увидеть пласты угля, ну и, конечно же, есть возможность подняться на палубу 200-220 тонн БелАЗ, то есть посмотреть, колесо БелАЗа – это два человеческих роста, посмотреть уже с высоты палубы БелАЗа вообще на открывающиеся пейзажи, просторы, ландшафты. Все это не оставляет равнодушным никого. Угольная тема. Вторая наша, второй наш, ну ключевой, наверное, ключевая отрасль – это металлургия. И здесь вы можете видеть нашу четырехдневную программу, где мы помимо, то есть металл развиваем немножко, еще один день посвятим знакомству с металлургической промышленностью, и здесь мы посещаем город Гурьевск. В городе Гурьевске расположен старейший металлургический завод за Уралом, который был, значит, начал работу еще в екатеринецкие времена, как серебреплавильный завод. Он до сих пор работает, и мы побываем в прокатном цехе, посмотрим воочию, увидим, что такое металлургический комбинат. Программы, как я уже отметила, идут 3 и 4 дня, тоже стоимость указана здесь на слайде, вы можете видеть, и даты заездов даны. Я вот вижу, что мне пишут в комментариях, что верхний край всех слайдов срезан, чему я, конечно, не очень это приятно осознавать, но я думаю, что мы можем как-то потом сделать рассылку, чтобы презентации были у вас в доступе, и вы можете еще раз их пролистать. Наше сотрудничество. Мы будем рады и всегда рады работать с новыми партнерами. Обращаю ваше внимание, что у нас есть сайт, дальше можно будет, я вам покажу, выход на сайт. И вот в разделе «Туры по Кузбассу», если вы зайдете, Кемеровская область, «Туры по Кузбассу», перечень всех наших маршрутов, «Красоты Шории» и так далее вниз, вы можете найти здесь. Здесь указаны на нашем сайте реальные даты заездов, реальная стоимость. И хочу отметить, что это сборные группы. Мы собираем туристов и выполняем нашу программу при наборе, даже если набралось 4 туриста, 4 туриста набирается сейчас всегда, то есть это гарантированные заезды. Пожалуйста, вот здесь вы можете на этом слайде видеть выход на сайт meridiancip.ru. Мы работаем с партнерами, предоставляем комиссию от 15%. Далее, если есть какие-то групповые заявки или на один тур у вас идет от 6 человек и больше, мы также уже предоставляем повышенную комиссию. Готовы всем заинтересованным лицам, кто, пожалуйста, пишите либо на почту, либо в WhatsApp отправить фотобанк по всем нашим маршрутам, для того, чтобы вы могли разместить наши туры у себя на своих ресурсах. И будем рады видеть туристов с любого уголка России. Так, я вижу вопрос. По следам рода Чилей дети со скольки лет могут участвовать? На слайде там было, еще раз говорю, презентацию мы отправим. С 9 лет этот тур доступен для детей с 9 лет. Ребятишки справятся, им будет интересно. Пожалуйста, от 9 до 13 лет. Спасибо большое за внимание. Доброе утро, наверное, для многих, уважаемые коллеги. Рада вас видеть, потому что вижу, кто у нас там присутствует. Вижу уже вашу переписку по сегодняшнему дню. Но для тех, кто еще с нами не знаком, мне хочется представиться. Меня зовут Букина Татьяна Геннадьевна. Я являюсь собственником своего туристического агентства и являюсь на сегодняшний момент коммерческим директором. Мы являемся туроператорами по внутреннему и въездному международному туризму. Реестровый номер вы нашему лет можете увидеть. И чем мы вообще вам можем быть полезны? Ну, кто мы такие? Давайте перевернем следующий слайд. Это мне нужно что сделать? На туристическом рынке мы уже очень давно, с 92 года, знали нас многие как континент-тур. Но после того, как мы побывали на выставке в Германии, нам просто-напросто сказали, что давайте вы поменяете свое название. Причем так очень интересно сложились обстоятельства, что мы стояли два континент-тура на одной стойке. Один из Пскова, а второй вот из Кузбасса. И чтобы так, чтобы мы прям сразу могли рассказать, что такое Сибирь. Ну и, конечно же, мы перезадумались и переименовались в экскурсионную Сибирь. Многие нас знают так. Мы являемся членами ассоциации туроператоров Сибири, членами туристко-рекреационного кластера. За нами закреплены, и мы являемся кураторами по Сибирскому федеральному округу такого проекта, как «Живые уроки». Занимаемся приемом детей по проекту «Моя культура», по проекту «Дороги Победы». Все, что касается детей, но я скажу, что мы одни из сильнейших операторов на территории Кузбасса. И точно так же являемся представителями по Сибири некоторых санаториев, которые находятся и на территории Кузбасса, и на территории Белокурихи. Чем мы вам можем быть полезны? Ну, во-первых, у нас небольшой, но тем не менее свой автомобильный парк. То есть у нас есть машины представительского класса от 4 мест до VIP-уровня и заканчивая большими автобусами 55-местными. У нас у единственных в Кузбассе есть автобус 50-местный, это автобус «Мерседес». Многие у нас его спрашивают, особенно для VIP-трансферов, которые имеют и кофемашину, которые имеют еще и туалет. Поэтому если вам нужно будет просто трансферы какие-то, либо по межрегиональным каким-то маршрутам, либо по Кузбассу, пожалуйста, вы можете обращаться к нам. Точно так же у нас прямо в штате есть наши свои собственные гидопереводчики. Два языка – это немецкий, это английский. И, соответственно, если нужен китайский, потому что мы столкнулись с тем, что теперь к нам уже в регионы приезжают тоже китайские делегации, то у нас есть и китайский переводчик в том числе. Если вам не нужны будут организации каких-то корпоративных маршрутов, тимбилдингов, это мы можем все приготовить для вас под ключ. Принимаем как группы до 100 человек, буквально в июле мы встречаем опять 100 человек, мы идем по Сибири до Байкала, так и индивидуальных туристов. Все под ваш запрос, все по вашему желанию. Хотите забронировать рестораны – будут забронированы рестораны. Хотите забронировать какое-то эксклюзивное меню – мы сделаем вам эксклюзивное меню. Захотят туристы посетить театры, мы сделаем билеты на лучшие места для ваших туристов. Что еще и какие направления у нас такие основные по Сибири? Не говорю сейчас по Кузбассу, говорю в целом по Сибири. В первую очередь это, конечно же, экскурсионный туризм. Мы одни из первых на территории Сибири начали проводить межрегиональные маршруты. У нас есть программы, которые соединяют в себе Кузбасс, Хакасию, Красноярский край, Кузбасс-Алтай, Республику Алтай, Кузбасс-Томская область, Кузбасс-Новосибирская область. Поэтому таких программ очень много, их можно все посмотреть на нашем сайте. Активный туризм. Все, что связано с квадроциклами, с горными лыжами, все, что связано со сплавами, пожалуйста, это тоже мы вам можем сделать. Этнический туризм – это очень интересный туризм. У нас есть программы с нашими соседями, например, заповедная Хакасия называется, где мы работаем и с энергопрактиками, и с реальными шаманами. Промышленный туризм. Тоже я считаю, что это один из коньков нашего направления, потому что мы можем посетить энтерологические комбинаты, мы можем посетить какие-то комбинаты, связанные с пищевой промышленностью, фабрики мороженого, но и, конечно же, наши угольные разрезы. Мне очень приятно говорить, что мы сотрудничаем с двумя разрезами, поэтому если на одном разрезе уже закончены места, и мы свою квоту выбрали, соответственно, мы переходим плавно уже на другой разрез, не менее интересный. И сейчас мы разработали еще с одним разрезом очень интересную программу именно для школьников. За небольшую плату мы можем посетить один разрез в полном, полном, таком масштабном посещении практически каждого уголка на разрезе, и причем еще потом продолжить попробовать себя в роли бульдозериста на симуляторах, ну и на самом деле с минимальной стоимостью. Поэтому если у кого-то будут такие запросы, пожалуйста, обращайтесь. Гастрономический туризм – моя любимая тема, потому что сама очень сильно люблю покушать, и все, что связано с нашими сибирскими какими-то деликатесами, это мы все готовы показать вашим туристам. Обратите внимание на наш санаторий. У нас есть достойный санаторий на территории Кузбасса, например, санаторий Танай, который принимает в летнее время еще и детей, полностью весь санаторий отдает под деток, поэтому мы готовы посотрудничать в этом отношении и с агентствами, которые занимаются еще детским отдыхом. Точно так же у нас есть квоты мест на территории Кузбасса в детских оздоровительных лагерях. Если вдруг наши соседи регионы еще не определились с детским отдыхом, и еще ищут места, пожалуйста, вы можете обращаться к нам. В Кемеровском районе у нас лагеря, 4 лагеря, у которых короткие смены, это смены 7-дневные, 2 лагеря, в которых у нас смены 14-дневные, соответственно, но хочется сказать, что, допустим, лагерь солнечный, все 3 смены принимает именно детей, которые хотели бы соединить свою жизнь, например, с военными обязанностями или с воинской профессией. То есть есть у нас смена разведчик и 2 смены юной армии. Здесь у детей своя форма, здесь у детей идут построения, здесь все как в армии. Если ребятишкам это интересно, то, пожалуйста, обращайтесь, такие смены у нас есть. Ну и, соответственно, еще у нас квота осталась в лагерях недалеко от Новомихайловки. Лагерь «Прекраснейшая морская звезда». Закрыто у нас на сегодня 350 мест, еще 150 примерно у нас остается. Это четвертая смена, первая смена и третья смена. Кому будет тоже интересно, пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем. Хочется вернуться к межрегиональным турам, о которых я вам говорила. Вы на карте их сейчас видите. Те регионы, которые высвечиваются на нашем слайде, мы обязательно посещаем все самое интересное в этих регионах. Соответственно, с очень хорошим размещением. Позже вам расскажу о заповедной Сибири, потому что именно этот маршрут строится на нашем национальном маршруте. А моя задача сегодня рассказать вам как можно больше о нашем нацмаршруте. И по окончании я вам просто расскажу, чем же заканчивается наш нацмаршрут с продолжением и плавно переходя в заповедную Сибирь. Ну, давайте мы с вами вернемся к нашему национальному маршруту «Кузбасс. Огонь в сердце». А вообще сейчас на слайде вы видите 6 дней, 5 ночей. Уважаемые коллеги, я настоятельно рекомендую вам продлевать отпуск ваших детей по нашему нацмаршруту. Вообще нацмаршрут – это 4 дня, 3 ночи. На самом деле мы работаем по этому маршруту с 2021 года, и вот уже четвертый год мы принимаем на территории Кузбасса гостей. Если почитать отзывы, ну, они просто великолепны. У нас один отзыв, там чуть ли не поэма, я уже говорила автору этого отзыва, что вам, наверное, уже нужно будет книгу после каждого путешествия писать о том, в каких вы городах побывали, в каких регионах. С чего же начинается наш национальный маршрут? Кто-то начинает его в первый день, мы встречаем в аэропорту, либо на жительнодорожном вокзале, и доставляем до места размещения общей группы. Но рекомендуем приехать все-таки заранее, потому что маршрут такой насыщенный, огромное количество километража у нас на этом маршруте, поэтому чтобы людям было комфортно, пожалуйста… У меня уже 5 минут осталось? Я постараюсь уложиться. Пожалуйста, говорите, чтобы они приехали заранее. Размещаем в двух гостиницах. Одна гостиница в центре, три звезды гостиницы «Кузбасс» безумно люблю, вышли вы в любой локации. И если это ваши вип-туристы, которые у нас тоже были, мы размещаем в гостинице «Томи Риверплаза». Соответствует уровню международной пятерки. Что делаем в первый день? Конечно же, знакомим с городом. Знакомим с мифами и легендами. Почему город именно называется городом Кемерово? А чем прославился город в 20-е годы прошлого столетия, о котором узнал вообще весь мир благодаря американскому журналисту? В это же время мы проезжаем по всем самым знаковым местам, где любят гулять наши горожане. Мы посетим набережную, мы посетим парк ангелов, прогуляемся по парку имени Жукова. И выйдем 50 километров за город в музей-заповедник «Томская писаница». Он входит в десятку лучших музеев-заповедников под открытым небом на территории России. Насткальные рисунки, дикие животные, которых можно встретить, правда, в клетках, но тем не менее. Молодильные яблоки. Сама прекрасная, просто-напросто, вот вы на верхней картинке можете увидеть прекрасные пейзажи с часовнями, с переливами колокольного звона. Потом возвращаемся в гостиницу, ночуем. Желающие у нас могут пройтись, прогуляться по нашей улице, центральной улице весенней, мы ее называем променадом. Второй день, не буду долго останавливаться, этот день связан у нас с углем и связан с угольной промышленностью. Заезжаем в музей-заповедник «Красная горка», но я хочу сказать, что вы остановитесь на совершенно новой локации, которая пока еще не совсем открыта, но мы туда заходим с декабря месяца, и вы перенесетесь на 300 миллионов лет тому назад. Вы посмотрите, как выглядела вообще земля Кузнецкая. Вы увидите, как образовывался наш континент. Вы увидите, как зарождался уголь. Вы увидите самые-самые первые растения. Какое количество угля находится на территории на сегодняшний момент города Кемерово. Потом мы посещаем угольный разрез. Не указываю, какой угольный разрез. Возможно, это будет Черниговский, возможно, это будет разрез Кедровский. После того, как вы вкусно у меня пообедали, мы с вами переезжаем в южную столицу нашего Кузбасса, в город Новокузнецк. Там мы вас познакомим уже с городом Новокузнецком. Как он застраивался? Какие отличительные особенности есть между городом Кемерово и городом Новокузнецком? Хотя, в принципе, один и тот же архитектор принимал участие в строительстве этих городов. Мы пройдем по центральным улицам и послушаем, а как же вообще, почему это город-сад, да? Почему именно там останавливался Достоевский? Многие скажут, ну как так, Достоевский не может быть у вас. Нет, на самом деле он жил, пусть немного, но тем не менее он провел свои 21-22, самые счастливые в его жизни. Сходим с вами на Кузнецкую крепость. Именно оттуда начинала застройку и свое поселение Кузнецкая земля освоения. И потом переезжаем уже в поселок Ширигеш, 165 километров от Новокузнецка. Размещаемся в прекрасной гостинице. Вы ее видите сейчас у себя на слайде. Тирольская, она находится прямо в центре нашего курорта. Ночуем, а вот утром мы с вами посещаем опять-таки все самое интересное. Мы отправляемся опять недалеко в город Таштагол, знакомимся с шорским коренным народом, знакомимся с самыми интересными местами, с примечательностями Таштагола, посещаем шорский музей этнографии и природы. Кто хочет прогуляться с собачками, займется доктрекингом. А вот на следующий день мы поднимаемся уже на подъемники, на одной из высоких точек нашего курорта и знакомимся с краем живых гор. В этот же вечер вас будет ждать встреча с коренным народом, с шорцами. Сделаем прекрасные фотографии, мастер-класс по приготовлению шорской еды, по изготовлению кукол оберегов. И вот на пятый день мы отправляемся с вами на катамаранах по живописной реке Пызас. Прекрасная экскурсия, тишина, телефоны не работают. Воздух пропитан огромным количеством и ароматом трав. Если даже будет непогода, вот на одном из слайдов как раз вы видите, что нас застала прям очень сильная гроза, но тем не менее туристы были очень довольны, натягивали тут же тэн и готовили все равно шорский лагман. После этого мы посещаем музей-заповедник Трехречи, который находится в Ульской Берзе. И потом мы возвращаемся уже в Ширигеш. На слайде вы сейчас видите даты туров, стоимость шестидневного 46 600, стоимость четырехдневного тура, соответственно, будет там 36 с копейками. Ну и потом мы отправляемся с вами уже в Республику Алтай и Алтайский край. На десятые дни заканчиваем эти все белокурихи. У меня не хватило времени все вам рассказать в красках подробно, но зато у вас есть моя визитная карточка. Звоните, я вам расскажу все, что могу рассказать. И влюбить вас в Сибирь. Спасибо, Татьяна Геннадьевна, огромное. Мы переходим к следующему докладчику. Светлана Кочева расскажет нам о лавренском. Самый верхний, а левый. Все, лево, право. Право, да, Рустанин? Да. Добрый день, дорогие друзья. Рада приветствовать всех. Меня зовут Кочева Светлана. Я представитель одного из молодых туроператоров Кузбасса, Мариинск исторический. Рада презентовать вам немного иную историю, связанную с событиями, с фестивалями, которые проходят на севере Кузбасса в городе Мариинске. Но для тех, кто не знает, Мариинск – один из самых старейших городов Кузбасса. Это город с трехсотлетней историей. Через этот город проходила и Транссибирская магистраль, и Золотая лихорадка. Цесаревич Николай проезжал мимо нашего города и останавливался в нем. Поэтому 300 лет истории впитало в себя это место. Потрясающий маленький, уютный городок с красивыми архитектурными ансамблями каменного и деревянного зодчества конца 19-го, начала 20-го века. В общем, про Мариинск можно долго рассказывать. Он один такой, наверное, самый яркий представитель неугольных городов в Кузбассе. Находится в 150 километрах от города Кемерово, от нашего регионального центра, где расположен, собственно, аэропорт. И все самолеты, которые приезжают после того, как высадились, едут к нам в Мариинск уже автобусами. Ну, давайте расскажу вам про наших два главных события. Это два больших фестиваля. Первый из них – это фестиваль «Чевелихинский март», который проходил в марте этого года. Собрал больше трех тысяч гостей. Потрясающее событие для молодых людей, для талантливой подрастающей нашей молодежи, для всех тех, кто хочет творчески развиваться. Ведь Мариинск – это родина писателя Владимира Чевелихина, который родился в нашем городе. И ему посвящен литературно-мемориальный дом, который также сейчас расположен у нас в Мариинске. Но этот фестиваль уже прошел. Все, кто приехали, конечно, оставляют много положительных отзывов. Ну, а впереди нас ждет грандиозное, потрясающее событие лета. Это фестиваль «День сибирского купечества» 26-28 июля. Фестиваль тоже молодой. Три года он уже проводится на территории города Мариинска и собирает огромное количество гостей, уже не побоюсь этого слова, со всей России. Фестиваль очень насыщенный и длится он три дня. Первый день – это день заезда. Это обучающие программы, это сессии, это различные собрания, так скажем, клубов и интересов. Это старт фестиваля. Собственно, такой день у нас очень насыщенный в плане встречи гостей. Второй день – это у нас купеческий променад. Променад по Большой Московской. Когда-то здесь проходила знаменитая дорога, Екатерининский тракт. Сейчас, вот на второй день фестиваля, это пространство, собственно говоря, погружает нас в историю купечества, в историю XIX века, где все переодеты в одежду того времени, работают образовательные салоны, фестивали уличной музыки, мастер-классы. Можно посмотреть кино, сеанс немого кино в сопровождении топера, побывать в одном из старейших учебных заведений Кузбасса. Это гимназия, женская гимназия, которая сейчас также и продолжает свою образовательную деятельность. Уличные кафе, прогулки, можно прокатиться и в конной повозке, посмотреть выставки, дегустации, побывать на сарафанной вечеринке. Вот в нижней фотографии, это замечательное яркое событие тоже. Вход только в сарафане, поэтому для туристов мы сразу предупреждаем, что, ребят, надо следовать тому, что вот сказала у нас организатор. Ну, а также различные световые лазерные шоу проходят в вечернее время. В общем, весь день можно ходить по Большому Московску и наслаждаться купеческим городом. Ну и третий день нашего фестиваля, День сибирского купечества, это, конечно же, ярмарка. Открывается этот день у нас карнавальным шествием. Большое красивое действие всех ряженых, переодетых в купеческие костюмы. Здесь и турниры по гиревому спорту, и купеческий трактир, где можно отведать блюда по старинным купеческим рецептам. Также золотой нитью проходит линия удачи. В течение всех трех дней участники и гости, туристы участвуют в активностях, в мастер-классах, в лотереях и получают такие значки. Потом они их могут обменивать на жетон и в конце уже самого фестиваля выиграть серебряную монету на удачу. Ну и вечернее, конечно же, шоу. Это либо лазерное, либо фейерверки. Возможно, еще какие-то будут у нас сейчас. Организаторы пока еще не раскрыли все секреты, но уже точно мы знаем, что в этом году к нам приезжает Питерский театр «Малый Трианон». Вы можете стать свидетелем потрясающего такого театрального представления. Ну а также, конечно же, это большой пакет экскурсионных туров, которые мы предлагаем в рамках нашего фестиваля. И вот здесь небольшая вырезка, почему нужно приехать к нам на фестиваль, помимо того, что я уже перечислила. Мы, конечно, очень любим встречать туристов, которые приезжают к нам в рамках событийных туров, потому что уже гости наши заряжены, так скажем, на праздник. Они уже приезжают с потрясающим настроением, с желанием хорошо отдохнуть и провести время. Ну а, конечно же, стать самым счастливым, ведь Мариинск – это земля удачи, поймать свою удачу за хвост. Может абсолютно любой гость и турист. Но наши фестивали как раз-таки очень узнаваемые уже. Мы участвуем во всех различных профессиональных конкурсах. Это Russian Event Awards, это Visit Kuzbass и другие различные конкурсы. И побеждаем. Там вы можете посмотреть на наши награды, почитать нас в сборнике «Пора путешествовать по России». Поподробнее там про наши фестивали. Получаем также много очень положительных отзывов от гостей, которые приехали именно на события к нам, потому что формировать туры мы начинаем уже задолго. И продаем мы их, мы уже их продаем. Поэтому предлагаем вам также пройти здесь по QR-коду, узнать подробнее о нашем событийном туре именно Мариинск-Купечески. Но в этом году мы делаем еще один событийный тур. Это сибирская Эльдорада. Так как тематика фестиваля выбрана «Золото». И мы будем говорить о золоте, искать золото. И даже поедем на заброшенные рудники, где когда-то его мыли. Даты заездов на экране, стоимость от, это от одного дня, плюс гостиница. Смотря, конечно, что мы с вами сформируем, потому что мы все-таки встречающий туроператор. И мы предлагаем различные пакеты, услуг. Что-то можно включить, что-то можно оставить туристам там на свое усмотрение. Допустим, не трехразовое питание, а двухразовое. Ужинать они могут, допустим, где-то самостоятельно. В общем, это все индивидуально подбирается в соответствии с заказом, так скажем. В нашем городе 8 гостиниц, 2 базы отдыха. Неподалеку, в 50 километрах расположена база отдыха «Шостаковские усадьбы». Это отдельно стоящие домики. Также мы можем рассматривать вариант размещения наших гостей в областном центре в городе Кемерово, где имеются звездные гостиницы, даже пятизвездочные. У нас в том время вверх глаза. Довольно-таки комфортное размещение, вип-гостей можем организовать, ну, в том числе, соответственно, и транспорт. Точек питания у нас также в городе предостаточно. Больше 20 кафе у нас действуют. Для туристов мы делаем блюда по купеческим рецептам, с обрядом обрежения в купца и купчиху. Поэтому, собственно, можно даже включить в тур уже сразу ужин вот с таким интерактивом. Ну и помимо, конечно же, всех событийных туров, мы предлагаем еще очень много наших экскурсионных и межмуниципальных маршрутов. Мы уже сотрудничаем с больше, чем 20 турфирмами из Сибири, вот, с Красноярском, Новосибирском, Кемерово. Поэтому уже у нас, так скажем, проверенные маршруты, проезженные. Вот. И это мы смело можем рекомендовать вам, тем, кто еще ни разу у нас не был. Но география, я говорю, уже довольно-таки обширная. В этом году мы ждем большое количество туристов. И, собственно, можете посмотреть поподробнее про наши туры, поизучать. Рада была презентовать вам наши события. Мы ждем вас в Мариинске, Кузбасс. А сейчас небольшой ролик про День сибирского купечества. Колыбель сибирской торговли и купечества. Один из самых старейших городов земли Кузнецкой. Мариинск. И здесь проходит фестиваль День сибирского купечества. С размахом и масштабом. Экскурсии, детские забавы до игры, театральный балаган, театральные состязания гиревого спорта, сеансы немого кино, трактир купеческий, мастер-классы и квесты, концерты, фейерверки и розыгрыши. На фестивале мы погружаемся в атмосферу 19 века. Мы своими глазами можем увидеть бывшие лавки купцов, училища и гимназии. Мадам, а не подскажете, да Иркутска сколько? Современная торговля всем обязана купечеству. И приезжая на этот фестиваль, мы прикасаемся к истории и становимся ее частью. И после него я с уверенностью могу сказать, я и сам своего рода купец. Подписывайся и ничего не пропустишь. Колыбель сибирской торговли и купечества. Один из самых старейших городов земли. Ничего не пропустишь. Спасибо большое. Я думаю, было достаточно небольшой кролик, чтобы окунуться в атмосферу купеческого Мариинска. Сейчас хочу продолжить тему событийного туризма, потому что это одно из основных направлений туризма в Кузбассе. И передать слово человеку, который является гуру событийного туризма в нашем регионе. Никита Гирин, организатор таких громких фестивалей, как Грелка, Фест, Бугель-Бугель, Динатера и других. Никита, вам слово. Ждем от вас презентации. День добрый. Всех рад видеть. Я понимаю, что я человек с другой планеты. Прослушав доклады, понимаю, насколько интересен вообще мир туризма. Что это для меня такая планета неизведанная еще. Но мы вам можем поведать, что же такое классные большие мероприятия, которые собирают 20, 30, а иногда и 65 тысяч человек, как это случилось с Динатерой. Причем вы очень много рассказываете про комфорт, про пятизвездочность гостиниц. Наша же задача, как организаторов, сделать такое мероприятие, чтобы 60 тысяч человек приезжало. И настолько было мероприятие классное, что они бы согласились жить в палатках, терпя какие-то лишения, лишь бы посмотреть, поучаствовать в наших фестивалях. Первый проект, который я вам хочу рассказать, он уже сторожил. С него мы когда-то начинали, когда еще были совсем маленькие. И мы для себя поняли, что есть такая точка притяжения в России. Если мы говорим, что Роза Хутор, горнолыжный курорт, где все цивилизовано, где все пахнет олимпийскими играми, где красивые отели, где очень дорогие гостиницы и фешенебельные магазины, то Ширигеш – это такое место настоящее, такое трушное, где ты должен побывать, потому что там настоящая природа, там самый лучший снег. И здесь он притягивает не тех людей, которые любят шик и какой-то флер, а которые любят что-то такое настоящее. И мы тогда придумали такой фестиваль для тех людей, которые больше что-то сами созидают, нежели потребляют. То есть это для тех людей, которые не приехали на концерт, чтобы потребить контент, посмотреть на Лепса, Льва Лещенко или Клаву Коку, а которые сами готовы стать частью этого большого мероприятия. И, соответственно, у нас это такое креативное абсолютно пространство, где люди сами либо первый уровень креативности раздеваются до купальников и спускаются в купальниках, дальше они шьют карнавальные костюмы, они участвуют в семейных спусках. Сейчас у нас есть пижамный спуск, где спускаются те люди, которые настолько любят гору, что проснувшись, не переодевшись, сразу же бегут к ней. У нас есть спуск как на работу, у нас есть спуск лихие 90-е. И если мы начинали, и у нас была история с одними выходными, то есть мы делали один спуск и радовали людей, то сейчас для вас, наверное, как туристической отрасли стало мероприятие гораздо более интересное. Оно длится 10 дней. 10 дней, захватывая два уикенда, и нас просят делать его в конце апреля, когда вот сейчас я, разговаривая с вами, нахожусь на грелке, могу вести прямой репортаж, выйти на улицу, где у нас сейчас готовится спуск красная дорожка, когда девушки и парни в красивых смокингах, коктейльных платьях будут спускаться с горы, и мы будем выбирать лучшую пару, которая спустилась в красной дорожке. Вот, наверное, лучше чуть посмотреть, один раз увидеть, нежели сто раз услышать. Я вам сейчас покажу ролик, прошлогодний еще, в этом году мы не смонтировали, что же такое грелка-фест, потом расскажу про какую-то структуру, которая, может быть, вам важна, и отвечу на все вопросы. Поэтому сейчас, дорогие друзья, внимание на экран, что же такое это неизведанное мероприятие грелка-фест, что же это за фестиваль, который собирает столько людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот, это коротко о фестивале. Возвращаюсь к нашей презентации. На самом деле, действительно, грелка-фест это такое официальное, что ли, празднование, завершение длительного горнолыжного сезона. А вы знаете, что в отличие от европейской части России, сезон в Шерегеше длится дольше. Вот у нас еще, уже конец апреля, уже чуть-чуть ли не май, а у нас есть снег, можно кататься. Иногда этот снег идет, и вы можете увидеть самый, наверное, знаменитый шерегерский пухляк, за которым едут райдеры со всей страны. И вот именно, не только то, что этот фестиваль отличается местом уникальным, он отличается действительно своим форматом. Потому что это фестиваль, который объединяет креативных, интересных людей, которые готовы сами стать частью этого праздника. Как вы видели в ролике, у нас приезжают те люди, и у нас около, ну, зрителей, конечно же, у нас больше. Честно говорить, если вам, то у нас приезжает за эту, за эти 10 дней в районе 35 тысяч туристов. Это мы можем считать по человека ночам, как мы знаем вашу терминологию. Здесь в Шерегеше гораздо все хорошо с точки зрения гостиниц, есть где расселить. И мы готовы с вами взаимодействовать, чтобы, может быть, делать прямо специальные туры на Грелка-фест, чтобы давать вам специфическую информацию, давать какие-то браслеты. У нас для участников со следующего года будут скидки в заведениях. Именно те, кто едет специально на Грелка-фест. И мы сделаем так же, как ски-пассы существуют, такой фестиваль-пасс, такой пропуск на все активности, где люди, которые с вашей помощью в том числе приехали на мероприятие, а не просто так остались на курорте на эти дни, они будут иметь привилегии, они будут иметь какие-то дополнительные бонусы. И продолжая свою мысль, хочу сказать, что действительно у нас регистрации тех людей, которые участвуют сами в спусках, прыжках в бассейн, их за фестиваль в районе 3000 человек, то есть тех, кто именно это шоу делает. А зрители, семьи, которые приезжают, родственники, которые хотят посмотреть на своих героев, их вот около 30-35 тысяч. И наша задача сделать так, чтобы креативных людей стало как можно больше и на нашем фестивале, и в стране целом. Значит, что касается цифр, да, действительно около 35 тысяч гостей. Наш фестиваль безумно инстаграммный, нам не требуются деньги на продвижение. У нас каждый человек, который приехал на фестиваль, обязательно, если он сшил карнавальный костюм, если он подготовил красиво свое тело, если он нарядился в свадебный наряд, а у нас в этом году, поделюсь с вами такой радостью, у нас случился свадебный спуск, и мы соблазнили ЗАГС, центральный ЗАГС Кемеровской области, регистрировать ЗАГСы прямо на горе. И у нас была выездная церемония, у нас реальные пары приехали в Шерегеш на фестиваль Грелка-фест и смогли зарегистрироваться. У нас две пары зарегистрировались, значит, на самом нашем фестивале, и еще пять пар, спустившись, сделали друг другу предложение. Это очень мило, все плачут, это такое, знаете, прям солнце, красивые горы, и горы скрепляют ваши романтические отношения. Круто! Продолжая историю с инстаграмностью, действительно у нас огромное количество публикаций в инстаграме, у нас большие социальные сети, у нас, ну вот сейчас Вести России приезжали, снимая репортаж, к нам приезжает Алла Микеева, у нас есть, как бы, хорошие связи со СМИ, и если вы нам помогаете делать фестиваль больше, мы можем вас включать в эту программу и рекламировать ваши туры, которые вы делаете не только на наш фестиваль, но и, в принципе, если вы становитесь нашими партнерами, то люди, которые приезжают на фестиваль, они довольно-таки обеспечены. Действительно, Ширигеш сейчас не самый дешевый курорт в стране, и, соответственно, вы имеете выход на очень качественную и, ну, достаточно состоятельную аудиторию. Вот. И мы сейчас посчитали, что приблизительно уже просто четверть миллиона человек за всю историю грелки побывали на нашем фестивале. И с точки зрения хедлайнеров, нашими хедлайнерами были и группа Ленинград, и Ундербуд, и Чичерина. В этом году к нам приезжает Федук, уже от выступала группа Кремсода, то есть мы держимся в том числе и современных тенденций, чтобы курорт Ширигеш был трендовый. Что касается, мы проводим, мы маркетологи в своей основе, мы на самом-то деле занимаемся тем в жизни, что пишем концепции продвижения целых территорий, вот, и отдельных больших там гостиниц. И поэтому мы, собственно, считаем и отслеживаем, какая же аудитория. Сейчас у нас большой поток, ну, растущий тренд на приезд европейской части. У нас очень растет количество людей, которые приезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга. Если мы всегда, когда перед цены проводим перекличку, то прямо очень радуемся, что у нас приезжают люди и из Владивостока, и из Калининграда, и из Одинцова, и из Новороссийска, и из Крыма. И в этом году у нас талисманами нашего фестиваля являются юные шейки из Саудовской Аравии, которые приехали на Грелко-фест. Всех здесь забавляют и радуют своими огромными глазами. Они никогда такого не видели, всем дают интервью о том, какая же Грелко-фест и вообще какой Шерегеш необычный, как же он делает их жизнь, по крайней мере, счастливее. Вот. Безусловно, большая часть это Кемеровской области, Новосибирская, Алтайский край, Красноярская, Томская области, те, которые находятся рядом, дают свой весомый 10-15% вклад во всю аудиторию Грелко. Вот. Идем дальше. Что касается программы, я вам говорил, что она 10-дневная. У нас она строится по принципу такого большого, масштабного, но все-таки пионерского лагеря для взрослых, когда утром мы всех собираем, и у нас утренний спуск тематический. Вот они у вас 10 тематик представлены. Потом мы распускаем всех на каталку, делаем экскурсию по курорту, рассказываем, что есть интересного. И у нас работают партнерские зоны или детские какие-то площадки, чтобы взрослые могли покататься. А вечером в районе 6 часов мы всех собираем у большой сцены на выступление хедлайнера. И там у нас большой флешмоб. В этом году мы отправляли на день аэрокосмического спуска, который мы приурочили к дню космонавтики. Мы запускали ракету из фонариков в космос, которую видно было с дрона, очень красиво. Тоже можем с вами поделиться, как же это делать. То есть люди у нас точно абсолютно не скучают на мероприятии. Дополнительно с пуском у нас сейчас проходит очень масштабный конкурс «Мисс Шерегеш». И стать «Мисс Шерегеш» у нас стремятся не только жительницы Шерегеша, а реально есть девчонки из Красноярска, из Новосибирска. То есть из всей Сибири девчонки хотят стать «Мисс» вот этого маленького поселка городского типа. Очень круто. Дальше у нас есть прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн. Это вообще для бесстрашных ребят, которые либо в смокинге должны спуститься с горы так, чтобы лыжи вначале у них были горные, потом они едут по водной глади и должны не упасть и выехать опять на снег с другой стороны бассейна. И вот у нас жюри, которое состоит из горнолыжников и людей искусства, судят за технику и за артистизм, как в фигурном катании. Ну и, конечно, в финале это фестиваль красок холи, когда мы уже можем чуть-чуть попортить снег, потому что сезон закрывается и мы с радостью это делаем. Кроме этого у нас есть, я уже сказал, главная сцена, большой дэнс-баттл, потому что очень сильна танцевальная культура в Сибири и танцоры с разных городов, это, скорее всего, катающиеся ребята, тоже очень любят приезжать на фестиваль. И наша-то и задача, по большому счету, стать такой платформой для творческих, креативных людей, которые бы в конце сезона, когда уже не такие высокие, как новогодние цены, приезжали бы в Шерегеш и делали бы такой фестиваль весеннего солнцекатания, фестиваль креатива. Это самый большой карнавал, который есть за Уралом. Коротко, Грелка-фест это 10 дней гештиваля, 10 спусков, 10 концертов, и каждый раз мы формируем вот такую программу. Мы ведем сейчас переговоры, чтобы одни из больших операторов Fun&Sun летали уже и делали туры, в том числе и на Грелку, а не только в течение сезона. Очень бы нам этого хотелось, чтобы появлялись чартеры, которые везут гостей из европейской части на Грелку. Надеюсь, что в следующем году это случится. Ну вот все с точки зрения сути и жизнерадостной основы этого фестиваля. Будем рады, если вы сами приедете. Вначале поймете, что это такое, а потом вы, наверное, не сможете не пригласить своих друзей, знакомых на этот фестиваль. Если есть вопросы, готов ответить. Если нет, расскажу о еще одном совместном большом проекте, который мы делаем в Кемеровской области, фестивале Динатера. Кто хочет побольше узнать о Грелке, либо пишите, либо скажите, что все понятно. Окей. Все, тогда всех ждем. Я запомнил, кто что-то написал. Проверю, приехали вы на следующую Грелку или нет. А сейчас расскажу вам про второй фестиваль наш, большой, глобальный. Мы сами растем, как организаторы. И когда-то нам нравилось лично веселиться, и когда девчонки в купальниках едут, это безумно красиво. Потому что, во-первых, мы делаем мир красивее, и девчонки начинают готовиться к пляжному сезону чуть раньше. Они уже на Грелке фест уже в форме красиво и спускаются с горы. И весь мир, благодаря нам, становится краше. Вот. Ну, и через девчонок, конечно. Не сами мы такие красавцы. И когда мы растем, мы понимаем, что есть еще какие-то важные ценности, когда тебе становится там больше 30 лет, наверное. И для нас вот этот, наверное, проект, про который я буду рассказывать, он является, ну, совпадает с какими-то жизненными ценностями. Ну, во-первых, я тоже по образованию, изначально физик-ядерщик. Я очень люблю науку саму по себе. И когда-то, в 90-е, когда не все хорошо было с наукой, я вынужден был уйти из этой отрасли. И когда я услышал предложение от правительства Кимеровской области, от Министерства туризма и Агентства по туризму Кузбасса о том, что есть возможность сделать какой-то научно-популярный фестиваль в Кузбассе, конечно, для меня это было то предложение, от которого невозможно было отказаться. Я бы хотел, чтобы вообще, в принципе, ученые были бы такие же популярные, как рок-звезды. И вот этому, собственно говоря, посылу и был посвящен фестиваль. Что вообще, коротко о его истории, как же это все произошло? На самом деле, в Чебулинском районе, в деревне Шестакова, где проживает около 120 человек, недалеко от нее, были найдены хорошо сохранившиеся остатки скелета динозавров. На самом деле, это большое открытие. И эта бы новость обошла бы мир, и где-то бы неделю в новостях по всему миру мы об этом бы шумели. И Кузбасс был бы на слуху. Но хотелось бы от этого получить большее. И что случилось? Что в результате было сделано? Во-первых, на месте, где найдены были эти хорошо сохранившиеся остатки динозавров, была проведена научная конференция, куда пригласили лучших ученых. И ученые не в душных кабинетиках, а прямо на раскопе, поднимали косточки и спорили, кому это принадлежит. И благодаря этому, потому что они, ну, для них это было такое очень классное, радужное событие, когда они видели своих друзей, в теплом кругу общались, у нас появилась возможность через этих людей доступа в учебные заведения по всей России, чтобы рассказать о том, что такой научно-популярный фестиваль существует. И для того, чтобы уже приехало большое количество людей, мы сочинили такой миф, небольшой, о том, что, ребята, мы сейчас будем праздновать самый большой во Вселенной юбилей, день рождения, приезжайте, чтобы отпраздновать 125 миллионолетия со дня рождения этого динозавра. Вот. И не поверите, у нас в первый год мы не знали, сколько человек приедет. Нам просто нравилась эта идея самим. Мы пытались там поставить какую-то инфраструктуру. И когда губернатор Кемеровской области, ему тоже очень нравится эта идея, без него бы, правда, этот проект не произошел, он такой двигатель этого фестиваля, он спрашивал, сколько людей приедет на этот фестиваль. Мы не знали. Мы говорим, ну, наверное, пять там. Если хорошая погода, десять тысяч человек. И когда, тогда я губернатор сказал, нет, пять тысяч – это мало, мы ответили, ну, если будет плохая погода, просто туда не проехать, там нет асфальтовой дороги. И губернатор в течение двух месяцев, ну, не сам, конечно, но пользуясь своими возможностями, в общем, в Кемеровской области к фестивалю было построено 15 километров асфальта. И мы когда поняли, что вот такое рвение и такое желание сделать фестиваль со стороны Кузбасса, конечно, мы не могли не ответить тем, что со стороны команды было очень такое героическое за короткий срок усилие для того, чтобы сделать этот фестиваль там лучшим в России. И на фестиваль приехало больше 30 тысяч человек. У нас треснула вся инфраструктура. Мы не предполагали, что такого количества человек приедет. У нас не хватало туалетов, у нас не хватало биотуалетов, мы за природу, за чистоту. Вот. У нас не хватало фудтраков, чтобы всех накормить. Но настолько была классная, интересная программа и настолько этот фестиваль был не похож на все, что происходит в стране, потому что это действительно... Вот мы с вами живем в мире и нас очень много чего разъединяет на текущий момент. У нас даже, если мы говорим про музыку, у каждого поколения есть свой артист и вы уже не знаете, что любят 12-летние. Вы не знаете, что любят 18-летние. У каждого в голове свои кумиры. И у нас как ни странно, когда мы думали, а что же может объединить семью, потому что, чтобы приехать в деревню куда-то, жить в палатке, люди едут компаниями. А компания, это скорее всего, одна из форм компаний, часто встречающихся, это семья. И нужно объединить их интересы, чтобы им всем было интересно. Так вот, нас объединяет очень мало чего. Первое, это еда, безусловно, то есть, потому что мы все можем попробовать и сказать, это вкусно или невкусно, и поделиться впечатлениями. Но второе, это увлечение, это наука. И когда мы провели исследование и поняли, что динозавры интересные, и количество запросов в Яндексе о динозаврах больше, чем запросов по космосе, и что это интересная тема детишечкам от 6 лет до старцев, которым там 80-90, и, наконец-то, они могут друг с другом поговорить. И там маленький ребенок, там 7-8, 10-летний, есть о чем поговорить с дедушкой, и это их сближает. Нам казалось, что это очень классная платформа, и мы обязательно должны в жизни вот такой фестиваль сотворить. В результате, концепция этого фестиваля следующая, что это первый крупномасштабный семейный фестиваль о природе и на природе. И первый раз, когда мы его сделали, мы пригласили действительно своих близких друзей-новосибирцев, в том числе, сибиряков скорее даже, за о природе, за науку у нас отвечал Александр Пушной, известный по Галилео, который родился в Сибири и с удовольствием приехал на этот фестиваль. И за на природе у нас отвечала Пелагея, тоже сибирячка, которая родилась в Сибири, и которая с удовольствием откликнулась на такую авантюру приехать к нам и отпраздновать 125 миллионов литий и динозавров. Вот. И это действительно уже мероприятие международного масштаба. К нам приезжает очень много гостей из-за рубежа, особенно студентов, которым это интересно. И наша задача увеличивать вот эту научно-технологическую составляющую, чтобы этот фестиваль был образовательным. Потому что огромное количество музыкальных фестивалей, каких-то исторических, там про ландшафт этой местности существует. А вот научно-популярного, такого масштабного в стране нет, и мы будем очень рады, если вы будете привозить нам именно заинтересованную классную аудиторию. И в результате, это действительно, благодаря этой идее, фестиваль стал самым титулованным в России. Вообще, в принципе. То есть, если мы говорим, что есть премия Бема, это одна из лучших событий с точки зрения маркетинга в стране, то фестиваль Динатера взял гран-при. Не первое, не второе, не третье, гран-при этого конкурса. Есть премия события года, где встречаются там и биеннале современного искусства, и марафоны Блиновской, и там празднование президента Владимира Владимировича Путина и его день рождения в Чеченской Республике. Так вот, фестиваль Динатера победил и взял гран-при в событии года. Это лучшее событие в стране. Если говорить о будущем, вот прогнозы на следующий год, кого мы видим хедлайнерами нашего фестиваля, что будет еще сделано в следующем году, у нас фестиваль растянется и будет десятидневным. В начале, первое начало недели с понедельника по среду, четверг, это будет такая больше экскурсионная, насыщенная программа, марафон за знаниями, мы сделаем какие-то забеги, у нас есть здесь потухший вулкан, которому там около миллиона лет, у нас есть не только динозавры, у нас здесь есть и мамонты, и скифы, и есть очень классные болота, где живут краснокнижные птицы, и это действительно очень уникальная территория, куда я сам приехал, в которую влюбился. И значит, первую часть мы будем делать и в оффлайне, будет на площадке усиленная программа, и в онлайне мы будем читать на нашем сайте лекции о динозаврах, лекции о тех местах, в которых мы побываем с вами, и позовем как можно больше людей. Дальше, не буду углубляться, это количество площадок, фестиваль огромный, огромное количество площадок, мы даже в этом году сделаем гинорадио, и если я говорил, что в 2023 году приехало к нам 30 тысяч человек, то в следующем году, в 2024, нет, в 2022, в 2023, в прошлом году к нам приехало уже около 60 тысяч человек. Сейчас мы готовимся к тому, что у нас будет тоже рекорд, и мы эту цифру побьем, хотя говорить об этом даже страшно, что приедет больше 60 тысяч человек. И мы будем делать радио для всех, чтобы объединить уже такой огромный город. Если вы представляете, в деревне живет там 120 человек, и к ним приезжают гости в течение четырех дней, не в один, но все равно 60 тысяч человек. Что касается экспериментов, мы попробуем сделать медиашоу новое, когда на Яре мы будем рассказывать историю этой земли, будем рассказывать из каких слоев земли, которые есть на Яре, какие научные открытия были сделаны. И здесь вот этот слой отвечает за полиозой, этот за мезозой, вот отсюда динозавры, отсюда мамонты, чтобы у ребятишек прямо был интерес к обучению, и это было очень наглядно сделано. И, конечно, одним из фишек нашего фестиваля является шоу дронов. Когда это происходит в городе, это не так интересно, да, это, ну, люди как бы привыкли к технологиям. А когда у тебя в деревне, ну, во-первых, в деревне у нас самое большое в стране покрытие интернетом, у нас на территории, там, по-моему, 17 гектаров один гигабайт в секунду летает, и люди могут делиться, это самая интернет-обеспеченная деревня в Российской Федерации. А во-вторых, вечером мы собираем всех людей около главной сцены и говорим, что давайте попробуем передать привет в космос, люди встают, ну, говорим, что, наверное, сейчас динозавров нет на Земле, а может быть, они есть в космосе. И говорим, давайте попробуем передать привет. И мы встаем в такие заграждения, люди поднимают фонарики, мы снимаем их сверху с дрона, и они на сцене, на экране сцене видят, что они стоят в виде огромного динозавра. И его видно из космоса реально, когда дрон поднимается, они такой огромный динозавр. И мы говорим, ну, наверное, вы такие классные, что, может быть, вас заметили в космосе. Поднимите глаза наверх, они поднимают глаза, и в этот момент по небу идет динозавр из дронов и светящихся. И в этот момент люди плачут. Прям очень классный, милый такой момент, который мы каждый раз повторяем, и каждый раз это вызывает такие умиления. Плюс, мы производим самый большой квиз под открытым небом. То есть, все вот такие научно-технологические истории, которые нужны людям, как мне кажется, для развития себя и выбора своей профессии, они у нас есть. В этом году мы будем общаться и с МГУ, и с Общицей знания, и с ребятами, которые могут расширить нашу программу. Никита, потрачу на видео, чтобы вы узнали, что же такое настоящий динатеров. Внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок И в завершении хочу сказать, как же мероприятие влияет на туризм, что мы все-таки с вами одно большое единое целое. В результате этого фестиваля по его итогам, во-первых, туристический поток не в день фестиваля, а в течение года увеличился в Чебулинский район в два с половиной раза, но самое интересное, что меняется экономика региона и наконец-то рядом с этой деревней построен кемпинг, и теперь у нас есть места для проживания, нам есть тоже куда селить селебрити, с которых мы приводим, и регион становится все более и более туристопривлекательным. Спасибо большое. Спасибо огромное, Никита. Мы уже ждем с нетерпением начала фестиваля, чтобы туда отправиться. Встретимся на полях Динатеры. А сейчас предстоит обещанный розыгрыш. Сергей, расскажите, пожалуйста, как это сделать. Во-первых, хотелось бы поблагодарить Никиту Гирину за такое яркое выступление. Действительно, ждем всех гостей на фестивале Динатера и Грелка. А сейчас, как мы анонсировали ранее, мы подведем, сделаем векторину и подведем ее итоги. Я прошу всех обратить внимание на чат. Я сейчас отправляю в нее ссылку на Google форму, в которой размещены три вопроса викторийные, на которые необходимо правильно ответить. Тот, кто сделает это первым и правильно ответит, тот выигрывает поездку, путешествия в Фокус-Басу в составе рекламно-информационного тура. Поэтому прошу всех внимания к чату. Кто первый, тот и выиграет. я сейчас отслеживаю ваши ответы. Дорогие друзья, у нас уже есть победитель. Я хочу представить вам то, что обладателем поездки в Кузбасс в рамках рекламно-информационного тура становится Охотский Дмитрий Игоревич ООО Смайл Тур. Поздравляем нашего победителя. Очень ждем вас у нас в Кузбассе. Передаю слово моим 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 коллегам. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Если вопросы есть, у нас еще есть целых 7 минут, чтобы мы пообщались и осветили те нюансы, которые остались за рамками наших выступлений. Пишите в чат, пожалуйста. Да, есть, наверное, какие-то сообщения. Давайте дадим возможность написать. Еще раз хотим поблагодарить сегодняшних выступающих представителей и туроператоров, конечно же, Никиту, за такие яркие презентации. С нетерпением ждем вас всех в Кузбассе. Поверьте, это лишь малая часть того, чем Кузбасс может вас удивить. Сами увидели, сколько здесь можно получить ярких, неповторимых эмоций. Вы можете на сайте Визит Кузбасс отслеживать все наши мероприятия, все наши события, маршруты. И также призываем вас подписываться на наши соцсети, группу ВКонтакте и Телеграм. Мы всех ждем с нетерпением, да. У нас в Кузбассе. И я надеюсь, у нас получится презентации, которые сегодня вы видели, собрать и также сделать по вашим электронным адресам, которые вы оставили при регистрации, рассылку с контактами митрооператоров и их презентациями. Я еще хотел представить всех наших участников на вебинар 23 числа, где мы вещаем про событий и туризм, рассказываем о большем количестве наших замечательных туристических событий, которые пройдут у нас в этот летний период. Всех вас очень ждем. Спасибо. Спасибо всем, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok